Привет, это дурное влияние, и в программе этой недели я рассмотрю программное обеспечение, которое позволяет вам выполнять потрясающие трюки и снимать свой собственный боевик. А я буду танцевать с Ливи, новейшим достижением кукольной техники. Наш главный обзор на этой неделе – Streets of Rage 2 на Мегадрайв. Ответ Sega на Street Fighter 2? Марио Пэйнт запускается в Великобритании в эту субботу, первый пакет консольных красок с мышью. Он работает на SNES, стоит около 60 фунтов и может делать множество разных вещей. Я вам покажу. Помимо того, что вы делаете все обычные вещи, которые можно было бы ожидать, например, кисти разного размера здесь, у вас даже могут быть персонажи Марио, чтобы я могла выбрать грибы и наполнить грибами животик этой кошки. Кроме того, есть несколько действительно хитроумных способов очистить экран. Все это способы очистки экрана, в том числе эта ракета, прощай кот, и вы можете вернуть ее снова, и этот, который заставляет все это как бы исчезнуть. Кроме того, есть всевозможные анимации, которые вы можете сделать. Я собираюсь сделать анимацию из девяти кадров. Я уже начала ее, как вы можете видеть. И что я хочу сделать, так это вставить еще несколько кошек, я думаю. Итак, я нахожу маленького кота и собираюсь посадить его здесь, на вершине неба. Он еще немного опустится, а затем упадет внизу. Теперь, чтобы запустить это все, что мне нужно, это нажать на анимацию. Я могу изменять скорость, нажимая на кнопки здесь вверху. Это происходит очень быстро, и добавлять музыку. Я действительно думаю, что это действительно кошки и собаки. На самом деле, я сама сочиняю эту музыку, используя этот пакет. Чтобы показать вам это, нажмите на клавиатуру, и мы должны перейти к музыкальному пакету. На самом деле, вот как выглядит мелодия, которую вы только что услышали, в том виде, в каком я ее записала. Но если я проясню это, я могу просто показать вам. Все предметы здесь наверху представляют собой разные шумы. Итак, у вас есть марио и грибы. Все это тоже очень глупые звуки. И вы получаете разную высоту звука в зависимости от того, куда вы их помещаете при сохранении. Так что вы можете пройти весь путь до сохранения и получить действительно высокие ноты, а также добавить другие ноты, чтобы гармонизировать их. Итак, у нас есть гармонист Йоши. И я думаю, звезда. Звезда хорошая. Итак, я написала этот великий шедевр. Вы можете воспроизвести ее, чтобы посмотреть, как она звучит. А Марио приходит, и... Это прозвучало ужасно. На самом деле, я предпочитаю предустановленные, которые уже есть, и этот мой любимый. Неплохо. Когда вы закончите свою работу, вы можете сохранить одну анимацию, одну картину и одно музыкальное произведение на картридж, потому что в нем есть резервная батарея. Но более того, вы должны воспроизвести их и записать на свой видеомагнитофон дома. Музыка Марио в берлинском стиле. Наш главный обзор на этой неделе – Streets of Rage 2 на Mega Drive, немного похожая на прокручиваемую версию Street Fighter 2 с соответствующими возможностями памяти. Это первый 16-мегабитный картридж Sega. Там содержится 16 миллионов бит информации. Axel и Blizz из оригинала все еще находятся в новой версии, но на этот раз к ним присоединились два приятеля Max и Skate. Вот Сара со своими мыслями. Это превосходно. Это быстро и очень играбельно с блестящей музыкой. Цель игры состоит в том, чтобы навести порядок на улицах и победить злодеев пола. Это Blizz. У нее довольно хорошие маневры. Она лучшая. Некоторые из этих маневров, такие как удар со свинга, великолепны для людей, находящихся далеко. Этот удар коленом мой любимый. О, великолепно! Они все сейчас ополчились на меня. Так что в игру снова вступает удар со свинга. Это намного быстрее, чем в оригинальной Streets of Rage. Все сравнивают это с Street Fighter 2, но на самом деле это не так справедливо, потому что это очень разные игры. Там есть функция лицом к лицу, которая превосходна. Вы можете выбрать любого из четырех персонажей и даже сыграть против самого персонажа. Здесь Макс играет Макса, одетого в одежду разного цвета, чтобы избежать путаницы. Это одна из лучших игр, в которые я когда-либо играла. Я ставлю ей полную оценку. Это очень весело. Это отличная игра, особенно если вам есть с кем в нее играть. Единственное, что позволяет загрузить графику, она просто недостаточно детализирована. Графика превосходная и все персонажи двигаются действительно хорошо. Я обожаю эту игру. И поэтому итоговые результаты из S3 в Rage 2, мальчики дали ей 4 балла из 5, а девочки подумали, что она еще лучше. Они дали ей 5 баллов из 5. Обратите внимание, скользкий без ноги. Это очень длинный и сложный чит для Бэтмена на Рысе. Так что мне придется сделать это очень-очень быстро. На титульном экране нажмите вверх восемь раз, вниз двенадцать раз, влево 15 раз, вправо 19 раз и первый вариант 27 раз. Затем нажмите A или B, чтобы начать игру. Теперь, когда вы делаете паузу, первый вариант позволит вам пропускать уровни, а второй вариант сделает Бэтмена непобедимым. Привет! Вечная жизнь всего за 82 нажатия клавиш. На следующей неделе я покажу вам, как заставить Ижа Соника позеленеть всего за 423 нажатия кнопок. У вас хорошо получается. Последняя информация с космической станции указывает на необходимость в Тандерберту, несущем пятую часть. Уайет Скотт. Хорошо, Вирджил, мозги. Вы его слышали. Мы уже в пути, отец. В те дни, когда Тандербердс только начинали, Скотт, Вирджил и Брэдди были самыми современными кукольными технологиями. Головы персонажей больше, чем должны быть, потому что внутри есть хитроумный механизм, который двигает губами в такт словам. Хорошо, Скотт, будьте осторожны. Но, как вы можете видеть, с тех пор мы прошли долгий путь. Это Виви Элдер, которая скоро станет полностью поющей, полностью танцующей, полностью компьютеризированной звездой нового фильма под названием Сабуса. Его создатели, два опытных кукольника, вдохнули жизнь в галерею известных персонажей. Майк Куин на компьютерах и Виви, Дэвид Барклай. Там жарко. Держу, пари, что так оно и есть. Ой, извините меня, я только пойду переоденусь. Хорошо, увидимся позже. Я так понимаю, что Дэвид на самом деле не является компьютеризированной аниматронной частью всего этого. Действительно нет. Он просто находится внутри скафандра, выполняя все движения конечностей головы, но все черты лица контролируются компьютерной системой памяти движений кукольника. А всего здесь около дюжины движений. И они управляются серводвигателями, которые по радио передаются в голову для перемещения таких предметов, как челюсть, губа и глаза. Но как вы вводите движения в компьютер? Хороший вопрос. Если бы вы могли поддержать это для меня, я просто покажу вам. Что мы делаем, так это играем кукловодами в движениях. Например, это управление ртом. Здравствуйте, я Виви Элдер. И я воспроизведу это. Здравствуйте, я Виви Элдер. Запишите это на запись. И сейчас мы записываем брови во время воспроизведения синхронизации губернии. Итак, вы говорите, здравствуйте, это я. Что бы он там ни говорил, запустите их оба вместе. И как вы можете видеть, каналы 1, 2, 3 и 4 на самом деле управляют ртом. Пятый, шестой и седьмой каналы на самом деле управляют бровями. Так, почему же вам нужно делать это именно так? Хорошая вещь в использовании этой компьютерной системы заключается в том, что один кукловод может запрограммировать все черты лица на базе, хранить на гибком диске и в компьютере. И тогда дискета может отправиться в любую точку мира с вашим идеальным дуплем, запрограммированным на базе. А вот и эта система в действии. Извините, рублям. Малышке нужно, чтобы вы творили больше целебной магии. Виви Элдор предстоит сделать так много исцелений. Всегда. В нескольких световых годах от Эндербердс, правда, не так ли? Как вы думаете, мозги? Молодцы, ребята! Йиппи! Спасибо вам, мозги. Возможно, вы недавно читали в газетах о компьютерных играх и эпилепсии, и о том, как одно может вызвать другое, а сын даже зашел так далеко. Что напечатал этот довольно страшный заголовок Нинтендо «Убило моего сына»? Значит, все это правда? Или много шумихи в СМИ? Давайте выясним. Это Эверил Стюарт из Британской ассоциации по борьбе с эпилепсией. Добро пожаловать в дурное влияние. Здравствуйте. Лучшей группы людей для комментариев я не могу придумать. Но, во-первых, скажите нам, что такое эпилептический припадок. Что происходит? Мозг просто перестает делать то, что он обычно делает. Это может быть вызвано, конечно, разными причинами. Это может быть вызвано мигающими огнями или отсутствием пищи, голодом, скукой. Но в данном конкретном случае это вызвано тем, что экран телевизора мигает с определенной скоростью. Это не имеет никакого отношения к тому, есть на нем компьютерная игра или нет. Все дело в частоте мерцания на этом конкретном экране. Верно. Вы можете поймать это с экрана телевизора? Нет, определенно нет. У вас уже должна быть эта врожденная восприимчивость. Ваш мозг должен быть способен быть чувствительным к этой конкретной вещи. Итак, если это так, и вы хотите явно ограничить вероятность припадок, что вы можете сделать? Вам не помешал бы небольшой экран, на который мы сейчас смотрим. Вы можете быть уверены, что играете в игры в ярко освещенной комнате. Не играйте в нее слишком часто или когда вы устали. И если это вообще возможно, используйте, возможно, небольшой экран вроде этого. Это жидкокристаллический экран? Да. Потому что этот не мерцает. Совершенно верно. Да, есть еще одна вещь, которую я был очарован, знав, что вы можете помочь себе с одним из них, не так ли? Да, именно так. Почему это так? Если мозг не получает сообщения от обоих глаз, у него не может быть припадка. У него должны быть оба изображения. Хорошо, тогда играйте в ярко освещенной комнате, используйте маленький экран, сядьте поудобнее и не играйте, если вы приутомились. И если вы подвержены эпилепсии, возможно, вам поможет повязка на глазу. Большое вам спасибо, Аври. А теперь остальные новости этой недели. У Тетриса теперь есть компаньон в Game Boy. Он называется Вартрис. На этот раз на падающих блоках изображены буквы, и вам нужно составлять слова. Это так же убедительно, как и оригинал, и даже больше похоже на головоломку. В США также доступна версия для SNES, но здесь пока не планируется выпускать ни одну из версий. Разве вам не нужна одна машина, которая может играть в любую игру, независимо от формата? Вот как это может выглядеть. Она называется Games Master. Не очень запоминающееся название, но если бы оно когда-нибудь появилось, это вызвало бы сенсацию. Нам сказали, что первая демо-версия будет доступна в начале осени, так что следите за этим пространством. Вчера новый президент Соединенных Штатов, мистер Билл Клинтон, вступил в должность. Благослови вас Бог, господин президент Сэр. И сегодня вы можете попробовать свои силы в своей работе с новым компьютерным симулятором Shadow President. Это довольно мощная штука. Вы играете за самого могущественного политика на Земле. Ваши решения будут определять будущее миллион. Только вы можете решить, начинать ли войну или накормить голодающих. Я буду с вами в любой момент в страники. Произошла случайная волна взлома сарая, так что я просто устанавливаю свою охранную сигнализацию. Она работает вот так. Этот кусок веревки проходит по потолку, над этим шкивом и вниз по нему, и удерживает эту свисающую сосиску. Теперь, когда ничего не подозревающий чувак со взломом открывает дверь, свисающая сосиска опускается в его или ее поле зрения. Затем чувак со взломом бросается вперед и привязывается за сосиску, после чего Эй Прест встает на этот электронный коврик для обнаружения. Теперь это подключено с помощью лазерного оптоволоконного мегабитного потока данных к этому устройству, который определяет рост, вес, отпечатки пальцев и размер брюк злодея, и запускает эти сигналы тревоги. Это не может пойти не так. Я чувствую себя в полной безопасности. Это чип для Лоло-2 в НЕЗ. Просто введите этот код, и вы сразу перейдете к концу игры и противостоянию с королем монстров замка. Здоровенные чуваки, здоровенные чуваки. Мне нравятся крепкие парни. А теперь еще несколько обзоров. Первый знакомится с бесстрашным Максом, новым смелым героем Геймбор. Он космический ребенок, у которого есть миссия смело спасти Вселенную. Путешествуйте вместе с ним, когда он посетит разные планеты, чтобы смело избавить их от злых захватчиков. Ура! Извините, вот Адам. Обычно мне не нравятся такого рода платформенные игры, но это неплохая. В ней отличный геймплей и несколько приятных графических штрихов. Эти враги здесь могут перепрыгивать через пули, так что вы должны выбрать время, когда они приземлятся на них сверху. Платформа слишком высока, чтобы запрыгнуть на нее, поэтому вам придется использовать телескопическую присоску, чтобы зацепиться за нее. Вы поднимаетесь немного выше, и в полу появляется щель. Только не в том случае, если бы я вот так провалился в нее. Запускается ракетный ранец, дающий вам 7 секунд полета, чтобы выбраться. И, вероятно, в этой игре это очень хорошо сделано, даже если это немного легко. Мне это нравится, это мило. Это приятная маленькая платформенная игра с хорошим вызовом. Ее стоит приобрести. Мне нравится главный герой, и игровой процесс очень хорош. В этом есть несколько действительно хороших идей. А оценки за Макса, мальчики дали ему среднюю оценку 3 балла из 5, но девочкам понравилось немного больше, и они поставили ему 4 балла из 5. Далее будет ралли Роудраннер Долина Смерти. Мип-мип, платформенная игра в классическом мультяшном стиле Warner Bros. Мип-мип, вот мип. Я имею в виду Эму. Мне нравятся мультяшные эффекты в этой игре, она выглядит и звучит блестяще. Чтобы подняться на эти холмы, вы можете использовать одну из своих кнопок, и это заставит вас ехать быстрее, но вы потратите впустую немного своей энергии. Вы можете собрать маленькие 500, которые ходят по кругу, они дают вам дополнительные очки. Я бы определенно купила это. В эту прекрасную игру приятно играть, и на нее приятно смотреть. В этой игре есть несколько отличных графических сцен, и идеи хорошие, но я бы не стал ее покупать, так как она мне слишком быстро наскучила. Извините, я просто не нахожу это играбельным. Выглядит хорошо, но немного скучновато. А оценки за ралли Роудраннер Долины Смерти? Мальчики дали ему 3 балла из 5, а девочкам понравилось немного больше. Они дали ему 4 балла из 5. Это «Остров трюков». Это новый симулятор полета от Дисней, но с одним отличием. Вы можете играть в него двумя способами. Вы можете быть либо пилотом, каскадером, либо кинорежиссером. Я стану режиссером через минуту, но, во-первых, я пилот-каскадер «Кобра». Отправляюсь на встречу с координатором трюков. Хорошо, «Кобра». Поздравляю, вы попали на шоу. Спасибо вам, сэр. Теперь мне нужно выбрать из 32 различных трюков. Не стоит сильно увлекаться ни тем, ни другим. Это то, что мне нужно. Это ураган. Увидимся, когда вы закончите. Увидимся, когда вы закончите. Теперь все, что мне нужно сделать, это провести самолет через сарай. У меня есть 8 камер, снимающих это, и если мне удастся успешно выполнить трюк, я покажу вам, как я могу отредактировать фильм впоследствии. Хорошо, вот передняя часть сарай. Опустите нос вниз, вверх, насквозь и наружу с другой стороны. Пожалуйста. Никаких проблем, сэр. Окей, значит, трюк успешно выполнил. Теперь я могу дебютировать в качестве режиссера. Поехали. Давайте просто посмотрим на это здесь. Замените существующую сцену. О, да, потому что предыдущий пилот был ужасен. Слева находится экран, который покажет вам все различные снимки, сделанные вашими 8 камерами, а справа экран, на который вы будете записывать их во время редактирования фильма. Сейчас у меня нет времени сделать это как следует, но я просто покажу вам 8 разных снимков, которые у меня были. Это снимок от меня, пилота. Во-вторых, это было пятно самолета, которое находилось прямо за мной. В-третьих, камера была прямо перед самолетом. В-четвертых, широкий снимок, который был сделан вдалеке, и вы могли видеть, как самолет приближается к сараю. Внутри сарая есть камера, ожидающая самолет, и одна снаружи, когда он выходит. Там есть широкий снимок с высоты неба, а восьмая камера с ней лазерно-уборочные комбайны. Так что я выполнил свой трюк и отредактировал эту последовательность, но для следующей сцены моего фильма я предпочитаю другое место. Не волнуйтесь, потому что на острове трюков их предостаточно. Видите ли, вы можете снимать свой фильм в любом из 34 различных мест на острове трюков. А теперь давайте посмотрим, сможете ли вы угадать, какое из них я выбрал здесь. Но если я немного увеличу масштаб, у вас может появиться лучшее представление о том, как угадать. Не так ли? Вы не знаете? Хорошо, как насчет того, чтобы я повернул его. Это может немного облегчить вам жизнь. Держитесь. Да, вы уже догадались. Правильно, Стоунхендж. Но я думаю, что на самом деле это выглядит немного скучно, поэтому я собираюсь добавить к нему пару вещей, и вы можете выбрать изможностов. В этом программном обеспечении 800 различных реквизитов. Структуры, да? Какие структуры здесь предлагаются? У нас есть остров Алькатрас. У вас может быть банк, бейсбольное поле. Что мне нравится? Как насчет циркового шатра? Вот и мы. Давайте поставим цирковой шатер. И где же мы его поставим? Прямо посередине Стоунхенджа. Не знаю, какой фильм я собираюсь там снимать. Если вы потратите немного времени и в полной мере используете весь реквизит, звук и визуальные эффекты, на которые способны это программное обеспечение, вы сможете снять несколько действительно хороших фильмов. У Копа глаз набит этим. Помните скользкие меховщики? Безопасность на первом месте. Я могу выглядеть глупо, но когда вы технер-каскадер, стоит быть готовым. Не пытайтесь выполнить этот трюк дома. Поехали. Правильно. Это чит для Сим-Сити на Амиго. Если вы хотите получить дополнительные 10 долларов с нулем, в любом месте игры, просто введите фонд. Сдвиг. Но будьте осторожны, потому что, если вы сделаете это более пяти раз, вы вызовете землетрясение. Один, два, три, четыре, пять. О боже. О боже. Так что помните, безопасность на первом месте. Если вы действительно хотите поставить безопасность на первое место, мой совет – не приближайтесь к нам, Руду. Если вы хотите прочитать поток данных, установите свой видеомагнитофон прямо сейчас. Конкурс на прошлой неделе состоял в том, чтобы выиграть копию этой блестящей игры Road Rush 2 и одну из этих изящных кожаных курток. Имена счастливых победителей сейчас мелькают в нижней части экрана. Вопрос был в том, какой автор-фантаст изобрел три закона робототехники. И ответом был Айзек Азимов. Приз конкурса на этой неделе – краска Марио и силки. И вопрос, если вы начинающий Пикассо, в том, кто написал Мону Лизу, пожалуйста, ответьте на открытке или приклеенном конверте по обычному адресу плохого влияния, чтобы связаться с нами к следующему понедельнику. Круто, Энди. Я и не знала, что вы умеете рисовать. Да, но я просто не могу правильно улыбнуться, Вайли. Увидимся на следующей неделе. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok